Поучаствовать в городской акции, посвященной 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, в этот день собралось порядка 60 человек. Несмотря на непростую задачу изображения военных событий, дети с большим энтузиазмом принялись за работу, заранее продумав будущий сюжет. Дело оставалось за Маун – перенести свои идеи на листы бумаги. В помощь пришли карандаши, фломастеры, краски и мелки. Я буду рисовать ребенка, который в концлагере. Это будет девочка, она в одной руке будет держать мишку, как своего лучшего друга, а на плече у нее будет сидеть белый голубь, как ее друг свободы. И в нем она будет видеть свое светлое будущее, и она верит, что когда-нибудь ее освободят. Я буду рисовать войну. Это как? Ну, это когда едут танки, все сражаются, а потом наши победили, и мы выиграли бой. Ну, ты уже придумала свой сюжет. И что это будет? Я буду рисовать лагерь, там, где сидит за решеткой человек, немец, и едут тоже танки, и ходят люди. Чтобы школьники вспомнили важные события далеких лет, погрузились в историю своей страны, преподавателями Центра дополнительного образования детей и молодежи им было предложено поучаствовать в ряде викторин и игр-ассоциаций на тему войны. Помимо того, был показан художественный фильм, рассказывающий о страшных сражениях. Благодаря этому каждый из участников акции смог почерпнуть для себя что-то новое, задать интересующие вопросы. Я хочу им поставить такую задачу, чтобы они жили в этой работе, не выразили ни сколько прошлое, а сколько настоящее. И чтобы они просто ориентировались на свои чувства, на свои эмоции и воспоминания по рассказам каким-то. Это могут быть совершенно не военные действия, это может быть просто мир. Поэтому я хочу, чтобы дети немножко шире взглянули на эту тему, потому что объясняют обычно детям такие темы, чтобы, ну, вот действительно, чтобы они окунулись в то время. Наблюдая за школьниками в процессе их работы, было очевидно, они получают удовольствие от того, что делают. Они вкладывают душу в свои рисунки, они стараются как можно тоньше передать свое восприятие исторического прошлого и отношение к нему. Их работы одни по-детски и наивные, другие напротив, серьезные и глубокие, не могут оставить равнодушным. А потому можно быть уверенным, они станут добрыми подарками ветеранам Великой Отечественной войны. Такой опыт работы у нас уже не первый год. К 65-летию Победы мы также проводили подобное мероприятие, Поэтому рассчитываем, что значение для детей, для нашего города, работы детей будут очень значимы. Работы детей имеются и в фондах музея Брестской крепости. Дети очень активно принимают участие и, когда рисуют в крепости, выставляют свои работы. Также и у нас был опыт, когда после того, как работы уже выполнены, мы их сканируем и по этим эскизам делаем открытки, которые дарятся ветеранам. Возможно, мы сможем привлечь спонсоров и распечатать эти детские работы в виде плакатов, буклетов, которые будут размещены на площадках города. Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. На смену им приходят новые поколения. И пока они чтут подвиг советского народа, гордятся своими героями, соблюдают добрые традиции, обращаются к истории. В памяти событий тех лет будет жить долго. Опыт тех лет поможет избежать прошлых ошибок.